Со вчерашнего дня, где-то до 6 часов вечера, я только знала, что приедет 12 человек. За ночь и сегодняшнее утро уже до 30 человек будут ехать сюда, потому что они уже на таможне, они уже, кто передвинулся уже до Ростова, остальные будут ехать сюда к друзьям, товарищам, ну а потом, может быть, если большая масса будет, то будем просить город, чтобы где-то размещал. Для этого сейчас нам в основном едут мамы с детьми, это первая необходимость, это продукты питания. Продукты питания, чтобы можно было дать им и гигиена, это то, что самое сейчас основное. Одежды у нас хватает, банк одежды у нас большой, так что с одеждой нам, одежды как таково хватает. А вот продукты питания, ну и, естественно, наверное, размещение. В Красном Кресте здесь помещение, есть две больших комнаты, но у вас сейчас ремонт. Когда вы закончите и планируется ли там размещать беженцев? Это в Красном Кресте вообще мы не планировали, только планировали то, чтобы раздать продукты питания и в крайнем случае кормить людей наших, которые будут приезжать ночью или еще когда-то, потому что Красный Крест теперь будет работать круглосуточно. Так как идут беженцы и надо, чтобы всегда были мы на чеку. Размещать это уже в крайнем случае. А нужны вам будут раскладушки или что-то такое? Да, нам, конечно, просят уже знакомые, друзья, которые к ним едут люди, надувные матрасы или раскладушки. Ну и, естественно, она наша постельная, потому что это тоже крайне необходимо для людей наших. Любовь Семеновна, сообщите, пожалуйста, адрес и телефон. Телефон Героя Саленграда 3, телефон мой 8-978-711-63-85. Так что пока по расписанию работаем с 9 до 4, но в дальнейшем сообщим, как будет, без перерыва, без ничего. Идет ремонт. Ремонт заканчивать будем сейчас в скоростных темпах, но опять же не хватает средств. Остался в большой комнате потолок подвесной, который самый дешевый материал, который самый дешевый выходит. Всего лишь навсего 23 тысячи. Ну и нет денег у вас на него? Нету сейчас денег на него. Вообще нету. Так что вот как-то... Может быть, к строительным фирмам обратиться? Да, обращалась я к строительным фирмам. Что-то, я не знаю, и Владимир Иванович Баучкин писал по предприятиям нашим, города Керчь, по заливу, торговому порту, рыбному порту. Ну, многие письма понаписали, но в ответ птичина. Продолжение следует...